Да-да, спасибо! И вам до свидания тоже. Так, всё закупил, пора домой ехать. О, Тимка! Ха, давно мы с ним, кстати, не разговаривали уже, честно говоря. Алё, да, Тимка, привет. Алё, Шэдди, привет. Слушай, я не могу говорить громко, но... Я, походу, настолько сильно влип сейчас. Что случилось? Я тебе как-то помочь могу? Я не знаю, я надеюсь. Короче, я твое видео смотрел, ну этот... Короче, ну вот эти вот родители, которые... И тоже хотел записать, и это... Пробрался к ним домой. Вот, и они меня поймали, представляешь? Тимка, ты совсем что-ли, сдурела? Ты хотя бы заранее предупреждал бы о таких вещах, то что ты куда-то лезешь. И что теперь? Что они сделали? Пока что меня заперли в комнате, я тут сижу. Пытался дверь открыть, пытался окна открыть, ничего не получается. Так, Тимка, слушай, а... Сиди там, я сейчас подъеду, я тут недалеко нахожусь. Всё будет в порядке, главное это, без паники. Ага, ой. Ага. Разговариваешь с кем-то, значит, да? Гостей нам тут не надо. Давай сюда свой телефон быстро. Да-да, вот именно. Правильно, вот так вот с ним и надо. Алё, Тимка. Чё за фигня? Фух. Так, друзья, капец. Просто ни с того, ни с сего. Приём-приём, на связи Шедимен. Короче, прямо сейчас экстренно, во-первых, сразу скажу, надо спасать Тимку. Короче, я прямо сейчас выезжаю. Хорошо, что я хотя бы здесь, подалёку, нахожусь от этого места, где эти ненормальные родители живут. Вот. Но вы, друзья, прямо сейчас, чтобы сегодня с Тимкой было всё в порядке, обязательно поставьте лайк под этим видео. И, конечно же, жмите на кнопку подписаться, чтобы в будущем ничего не пропускать. И, главное, подписывайтесь на мой телеграм-канал База Шедовни. И на группу ВК, конечно же. Ладно, я поехал. Так, Тимка, держись, Тимка, держись. Ребята, вот реально, представьте то, что вы просто взяли и попались вот к этим родителям, что бы вы тогда делали. Насколько я понял, они у него либо телефон отняли сейчас, либо ещё что-то. Так, я, наверное, сейчас попробую для начала позвонить ему ещё раз. Кто знает, может быть, всё-таки получится это сделать. Так. Эм. Нет. Короткий гудок. Это может говорить только о том, что всё действительно плохо. Ладно. Тимка, ёлки-палки, тут ещё прямо вот эти вот окна смотрят сюда, и получается, главное, чтобы меня не заметили. Я его вижу, кажись. Так. Сейчас я попробую как-нибудь вот так подойти. Опа. Так. Тимка, слышишь меня? Ой, да, Шенни, слышу. Они у меня телефон отняли. Я понял. Слушай, у меня такая идея есть. Давай дождёмся ночи, и я попробую ночью как-нибудь это, проникнуть, и... Уже с тобой это... Сбежим, я тебя достану оттуда. Да, давай, Шенни, договорились. Приём, приём, друзья, на связи Шадимен. Теперь в каждом видео будет вот эта небольшая вставочка, и, к сожалению, новости нехорошие. На территории России начинают замедлять Ютуб, и, возможно, скоро заблокируют, может быть, уже заблокировали. И я хочу напомнить о том, что наши видео ты также можешь найти и на других площадках. Во-первых, для начала обязательно подписывайся на наш Телеграм-канал, ты его видишь на экране, там уже почти 40 тысяч подписчиков. Он называется База Шедоуни. Конечно же, подписывайся на мою группу ВК, ты также её видишь сейчас на своём экране, и все ссылки есть в описании под этим видео. Ну и другие площадки, также на них заходи. В общем, все ссылки в описании, не теряйся, мы будем находиться там. Теперь я тебе желаю приятного просмотра. Сколько времени уже? Ну, по крайней мере, времени уже, я думаю, достаточно. Насколько стемнело. Ладно, пора выдвигаться и... Стоп. А чё это у них такое там случилось? Они чё, забор, что ли, целый построили за это время? Да этого быть не может. Такого же и не было. Как это возможно? И чё, к ним, типа, залезть вообще никак нельзя? Блин, у Тимки телефон недоступен. Он, наверное, там вообще, капец, как сильно боится. Он вообще тоже не понимает, что происходит. Откуда и забор появился, и всё остальное. Жесть! Да тут реально вообще просто ниоткуда, никуда не пройти. Так, может быть, как-то вот отсюда получится? Нет, они полностью по всему периметру, получается, обложили свой дом вот этим кирпичным забором. Ну, зашибумба. Так, ладно, может быть, хотя бы вот так можно заглянуть. И собака с куском мяса, я уже там вижу, сидит. Это получается то, что её никак обхитрить вообще не получится. Так, я купил сегодня новые инструменты, и, походу, пришло время их немножечко использовать. Я сейчас попробую либо подкоп сделать, либо ещё что-то. Хотя, блин, а если у них какое-то там электричество проведено? Это тоже опасно вообще делать. Так, тогда план такой. Я попробую, может быть, как-то запрыгнуть на какой-нибудь высокий забор, и запрыгнуть тем самым вовнутрь. Да, я, наверное, сейчас делаю вот так. Вот, и, конечно же, ладно, так уж и быть, да. Я это починю сразу. И вот так... Тихо, перепрыгну просто. Ой, это что? Чё они там делают? Это Тимка? Надеюсь, это не он. Так, пёсик, тихо, только не надо, не надо меня. Не кусай, ладно, я тебе картошечку положу. Держи, вот тебе картошечка, мясо. Вот, прям полноценный, получается, у тебя ужин сегодня. Так, я внутри. Блин, капец страшно, реально, я же отсюда просто сейчас не выйду. И на машине не выехать. Получается, придётся как-то через крышу, что ли, сегодня сбегать. Ладно, я чё-нибудь... Друзья, секундочку внимания, напоминаем про наши мерчи. Там столько всего интересного, футболки, худи, финалы, брелки и всё такое классное. Заглядывай, ссылка под роликом. А теперь назад к видео. Придумаю. Они прям здесь прошли только что. О, мама стоит. Стоп, что это было? Лазеры? Что? Такого тоже не было? Что сегодня? Блин, Тимка, нафига он полез вообще, я не понимаю. Он реально попал в какую-то непонятную... Максимальную историю. Так, мама ушла. Окно хоть всё, ладно, сразу открыто. Это, конечно, большой плюс. Кстати, семь какая-то цифры ещё настиг. Чё вообще происходит? Я вообще не узнаю этот дом. Таких головоломок я ещё ни разу не видел. Так, ну кусок мяса есть. Надо к Тимке залететь в комнату. Успокоить его. Ай, не надо, не надо! Тимка, тихо, это я. Это ты, Шетик, господи. Это отлично. Слушай, может этот свет выключим на всякий случай? Эм, ну... Давай. Так, рассказывай, чё как? Короче, они какие-то безумные. Они ходят, и у них, короче, глаза красного цвета. Что? Глаза красного цвета тебе не показалось? Это, может быть, как-то свет тебе публикует? Да нет, Шейди, я ж тебе говорю, у них реально глаза красного цвета. Они как ненормальные, построили забор, короче. Знаешь, такое чувство, как будто бы им надоело то, что постоянно... это все проникают книг дом и пытаются сбежать и они что-то новое сегодня придумали да придумали новое не то слово ладно тимка ты стой здесь все будет нормально я отсюда уже не разбегал так что и тебя я сегодня отсюда тоже обязательно вытащу договорились да да договорились все давай это я начинаю поиски ты кстати можешь это принципе так лампу просто включить она более-менее освещает комнату так это сюда и знаешь что самое интересное еще что то что батя ходит теперь не в своей комнате сидит телек смотрит а по дому тоже о и тебе кстати спасибо большое за информацию это будет очень полезным а можешь пока геометрию получить не 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 спасибо ладно такая вот щелочка есть не на то что батя получается тимка говорит он не в своей комнате да он реально телек не смотрит это тоже большой плюс а это что еще за дичь вообще не поставили кодовый замки просто получается вот вот сюда я в родительскую комнату даже попасть не могу чё он там делает троечка цифра 3 а там какая была на кухне цифра 7 вон 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 что там пришелся капец у меня просто сердце в пятки кушку можно так вот занавески сюда как-то занавесить ладно надо думать надо думать это что-то очень что-то очень новое нет я не буду свет гасить так я слышал только что мама прошла сюда полка и четко в туалете еще хочу делать вообще как сбежать из этого дома я никуда пойти даже не могу вообще так возможно цифры которые я там видел их нужно сюда вводить стоп а код ты не сохранен даже я понял так без паники надо найти 4 цифры в любом случае для начала код не сохранен его не назначили на эту дверь батя прошел батя прошел так а чё сюда пришел то тут семерка ну да я ее уже видел а где все остальные цифры там не искать вообще тимка ты цифр не видел каких-нибудь непонятных а цифр а вот она прям возле меня здесь реально еще одна семерка погоди не так ходит там интенсивно я даже ничего сделать не успеваю я же говорю ненормальные с красными глазами ну ну ешь пока еще кстати я не видел то что не красные глаза но я думаю то что я от этого никуда не денусь так а может попробовать типа не знаю 3377 сохранить пароль по идее это должно сработать наверно да отлично все все они предусмотрели да не все на самом деле нифига о рычажок открывает дверь в туалете есть отлично мы теперь знаем что делать дальше можно кстати заглянуть в ноутбук еще и посмотреть папки не а папки пустые скопировать удалить тут тоже ничего нельзя root то есть папка корневой является так application home но нет тут ничего нет все ладно ноут мы тогда не трог господи у него реально красные глаза офигеть он вообще он реально прям стрёмно выглядит у меня реально прям просто я не знаю мурашки до макушек дошли вот он стоит жизнь посмотрите у него как будто на затылке глаза вот уже это видите ладно я не буду я так стоять давайте пока попробуем то туалет отойти и открыть дверь в туалете вот она у нас тут открываем главное только не закрыть эту застрянут навсегда здесь там мама вышла там мама вышла так ладно поехали 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 тряпочка на месте все на месте бардачок ничего нет а нет люк и что белая кирка на них что-то написано ломает лазеры упа бинго отлично ровно в том месте где мне это и надо я нашел кирку тогда ломаем 1 2 отлично лазере я пожалуй оставлю для себя так и у нас получается безумно темно но лампочка мне сегодня не нужна c4 серьезно и два заряда все офигенно по идее сейчас мы можем реально претендовать на то чтобы сбежать через чердак смотрите вон она стоит интересно у нее тоже ли они как красные глаза ну-ка она зашла в комнату туда так хорошо у меня теперь есть вот эта вот вся история но что мне со всем этим делать дальше пока не понимаю не надо проникнуть и чердак по идее еще на чердак вместе с тимка уже она будет проникать и смотри что будет там кстати я обратил внимание что дверь здесь не закрыта в этот раз отсюда можно спокойно пройти ой реально красные глаза я надеюсь она меня не видела сейчас так как мне на чердак попасть у меня лестниц даже нет а чуде так я могу подставить вот эту бочку на я понял не могу подставить хорошо будем действовать тогда по-другому вас нет у меня заметил у меня заметил где мы так мамы здесь нет я пожалуй пока что как-нибудь это по дому тимка тихо меня батя заметил аккуратнее пройти ты здесь он стоит ладно он там походу пока перестал на меня внимание обращать мне надо что-то подставить чтобы залезть вон туда на лестницу попробую вот эту метелку поставить час ну-ка опа опа работает блин да нифига не работает так тогда такой план что чтобы сделать я видел в кладовке ведро какое-то по идее могу ведро подставить и через это ведро залезть уже сейчас я точно попробую это сделать принцем эскать приходит реклама какая-то что ли давай батю уходи уже оттуда вас пожалуйста ну серьезно не стой там не надо окно тут не откроется мама стоит в коридоре я просто прижат и слева и справа одновременно а может как-то попробуйте это ну пройти пробежать вот куда час мама вышла есть и сейчас нет на улице да и на улице нет сейчас прям так попробую забежать давай 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 не туда чуть в комнату к тимки забежал так вот оно ведро и просто валим отсюда как можно скорее быстрее 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 так ведро я пожалуй поставлю чуть-чуть подальше вот так и теперь блин я не могу все равно допрыгнуть чё делать ты неужели на эту метелку нельзя залезть а что стоп а что если я лестницу реально чуть пониже вот так о получилось великолепно сейчас я побыстренько тогда перекушу можно было бы кстати выпрыгнуть вот так но это не я думаю будет очень сложно то что головой постоянно бьюсь и так что сейчас мы посмотрим чего можно придумать вообще вот с этим всем делом что это было что это было только что пока по идее а ну по идее все я готов мне осталось разместить два этих снаряда я наверное буду вот здесь стенку взрывать у крыши и валить отсюда уже вместе с тимкой честно только и как ты это его сюда доставить ну как ты ой порядок порядок шейдя ты точно уверен то что ну это ну сработает вообще до сто процентов сработает я тебе серьезно говорю мне кажется так я тебе только честно скажу я таким методом еще никогда не убегал чтобы взрывать крышу дома да звучит как-то очень рискованно честно говоря но с другой стороны так теории побег же через крышу действительно но но он как бы возможно конечно возможен пойдем только вот перед этим нам с тобой надо немного подготовиться так ты дверь закрыл все вижу что закрыл конечно закрыл и чё думал я так что ли это оставлю но его нафиг вообще блин как бы тут только на самом деле обо что нибудь не споткнуться а то такой грохот поднимется то что это нам с тобой ну как бы это тогда не сбежать да так что давай будем аккуратнее ну что была не была погнали я буду по одному заряду взрывать так тимка отходи иди сюда ага все давай готов 3 2 1 погнали так тимка сейчас теперь берем вот эту всю историю и давай быстро живы за мной просто перепрыгиваем прям туда на стоге сена только стой погоди ой по бате здесь давай сюда тимка быстрее припрыгивай у меня машина здесь если что стоит давай 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 да 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 шейди я тут я за тобой я с тобой все отлично офигеть фух суши было на самом деле не так уж и сложно но но было скорее стрёмно это было реально не по себе я когда игру красные глаза увидел ой ладно да это было действительно очень неприятно короче поехали поскорее домой пока не поняли кто тебя вытащил потому что меня не сегодня ни разу не заметили ну что ж друзья с тимкой все в порядке мы сейчас отправляемся домой в нашу деревню жителей ну и всем удачи и хорошее настроение не болейте увидимся услышимся в следующем ролике всем пока пока да всем пока спасибо то что помогли мне сегодня